Основной удар стихии пришелся на Гастагаевский и Субсехский сельский округа. Доклад спасателей о последствиях, как сводки с поля боя. За период с 4 часов 34 минут до 5 часов 10 минут выпала более чем месячная норма осадков. По последним подсчетам 36 мм. В зону аномального выпадения осадков попало 9 социально значимых объектов, 4 школы и 5 детских садов. На других участках, это Воскресенск, Куторкратный, Цибанабалка, аэропорт, выпало до 20 мм осадков. То же самое наблюдался вынос щебня на дорогу, тоже дорожные службы с этим справились. Подробный отчет Юрий Поляков потребовал и у глав сельских округов. Особенно сложная ситуация сложилась в Субсехском сельском округе. На трассу с гор потоки воды вынесли землю и камни, движение было затруднено. На 12 часов из-за обрывов на линии электропередач был отключен свет. По поводу выноса камня сейчас ДРСУ... А сход как воды идет у вас? Ну нормально, нормально. У меня было два факта. Один мы сейчас... Ливневка была забита на улице Гагарина в районе домовладения 72. Прочистили своими силами и все пошло нормально. И второй случай сейчас звонила бабушка, значит, Тургенева 4. Сейчас туда трактором мы очищаем ей канаву, я думаю, что снимем это напряжение. Но у нее огород немножко залило, недомовладение огородом. Социальные объекты взяли под особый контроль. Во всех учреждениях, образованиях, культуры и здравоохранения организованы штабы по сбору информации. В соответствии с алгоритмом будут передавать информацию мне и в единый диспетчерский центр. Также школы у нас работают в субботу. В субботу не работают детские сады, но работают учреждения дополнительного образования. Поэтому завтра у нас будет напряженный день, будем отслеживать ситуацию. Сейчас ситуация находится под полным контролем. Тяжелых последствий удалось избежать. Все службы работали оперативно и слаженно. Последствия стихии устраняются. Каждые два часа все службы будут докладывать главе города об оперативной ситуации на территории муниципального образования. Руслан Душевский, Анапа. Регион.